Мы опаздываем на 25 лет. Мы опаздываем не только в технологиях, мы опаздываем и в развитии общественного сознания. И поэтому, наверное, ничего страшного нет в том, что мы пытаемся как бы наверстать и что мы пользуемся теми технологиями, которые у нас есть. Спор о том, нужен ли в Казани мусорожигательный завод, ведется уже не первый месяц. Завод, который должен появиться в селе Осиново в рамках проекта «Чистая страна» всерьез взволновал местных жителей. Ведь там уже расположились промышленные предприятия, например, «Арксинтез», «Птицафабрика», «Теплица» и «Теплоэлектроцентраль». Открытому диалогу помог телеканал «Универ ТВ», организовав ток-шоу, на котором встретились как сторонники строительства МЦЗ, так и эко-активисты. В январе 2017 года вышла коммунике Еврокомиссии, в котором рекомендовано отказаться от технологии мусорожигания. Да, полностью не отказываются, но призывают мусорожигательные мощности сокращать и старые выводить из оборотов. Мы должны это помнить, это первый момент. Второй момент, то, что вы говорили, Швеция мусор закончился, они его завозят. Да, только я не знаю, в курсе вы или нет, что на мировом форуме циклической экономики в июне 2017 года представители Швеции заявили о том, что хотели бы отказаться от данной практики. Они говорят о том, что они попали в ловушку мусорожигательных заводов. 5 июня группа «РТ-Инвест», которая занимается строительством всех пяти МЦЗ в России, приступила к постройке первого московского завода. А это означает, что завод успешно прошел все экологические проверки. Надо ожидать, что строительство мусорожигательного завода Васинова не заставит долго себя ждать. 20 и 28 июня пройдут общественные слушания, в которых экоактивисты также примут участие. Олег Ашин, Универньюс.